Правительственный исламовед из Таджикистана назвал возврат к божественным законам средневековьем. Директор Центра Исламоведения при президенте Республики Таджикистан Файзуло Барадзода, вступая на научно-практической конференции на тему «Основные факторы укрепления национального единства в современных условиях, состояния и перспективы», состоявшимся в Душанбе, критикуя Пифт, как «Исламскую партию» заявил, что в исламе запрещено создавать партии для достижения власти с последующим правлением на основе божественных законов и раскритиковал непризнание с точки зрения ислама других мировоззрений. Также он отметил, что правление на основе божественных законов является средневековьем, а Орахмоне высказался как о самоотверженном спасителе таджикского народа, добавив, что молодое поколение должно знать об этом лидере и должно быть благодарным ему и уважать его. Один из таджикских экспертов в области ислама прокомментировал Хабархо ситуацию следующим образом. Что же касается вопроса удозволенности партии в исламе с последующим приходом к власти для правления на основе божественных законов, то можно сказать следующее. С момента прихода ислама в Центральную Азию в VII веке для народов региона ислам стал неотъемлемой частью их повседневной жизни. Народ Таджикистана является мусульманами, и правление в этом регионе было на основе божественных законов. И это, как показывает практика государственности времен праведных правителей, является наилучшим способом решения всех проблем в обществе, начиная от социальных и заканчивая политическими. А что же касается дозволенности политических партий в исламе, то на это существуют явные тексты в Коране, которые не просто указывают на их дозволенность, а обязывают мусульман к созданию политических партий, основанных на исламской акыде.